Меры по предотвращению роста заболеваемости коронавирусом в Химках стали одной из ключевых тем на еженедельном общегородском совещании с главой Химок Дмитрием Волошиным. С 28 октября по 7 ноября в Подмосковье введут локдаун. Согласно постановлению губернатора, на полторы недели закрываются места массового скопления людей. Торговые центры, кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес-залы, бассейны, парикмахерские. Исключения составляют музеи и театры. Жители старше 60 лет не смогут воспользоваться социальными транспортными картами. Их заблокируют, если пенсионер не вакцинировался от коронавирусной инфекции или недавно не переболел. Кроме этого, в общественном транспорте усилят контроль по соблюдению масочного режима. При этом в автобусах и троллейбусах работники транспортных компаний продолжают проводить регулярную дезинфекцию. По словам Ирины Теслевой, в Химках вакцинировали 65,5 процентов взрослого населения. Вакцинируют от коронавируса и гриппа в девяти поликлиниках округа. Продолжают работать мобильные пункты в ТЦ Мега и в клубе «Активное долголетие». Также работают мобильные бригады, которые выезжают на предприятия. Недостатка в вакцинах нет, а вот количество мест в больницах для тяжелобольных коронавирусом стремительно снижается. Из 680 коек занято 90 процентов. Бригады скорой помощи максимально загружены. 21 бригада скорой медицинской помощи, 22 бригады неотложной помощи. И на сегодняшний день у нас в городском округе 38 аппаратов ИПЛ для лечения тяжелых форм ковидной инфекции. Количество вызовов скорая помощь дает на выходные дни значительный рост. По пневмонии вызовы, поэтому ситуация не улучшается. Традиционно на совещании обсудили жалобы горожан на портале Добродел. За минувшую неделю горожане сетывали на неубранную листву, однако на мусор в дворах, благодаря реагированию комнальщиков, жаловаться стали меньше. Практически исчезли жалобы на отопление. Я вам поручаю еще раз собрать все управляющие компании, проверить все дома, все 1300 многоквартирных домов, перепроверить параметры, все ли в порядке, поговорить с жильцами, еще раз эту работу провести. Об успехах в экономическом блоке рассказал заместитель главы Химок Родион Левочка. Он подвел промежуточные итоги программы «Химкинский резидент». Благодаря ей за 9 месяцев в Химках удалось более 700 организаций поставить на налоговый учет. Благодаря этому бюджет Химок пополнился на 43 миллиона рублей и бюджет Московской области на 410 миллионов рублей в третьем квартале.